Привет, дружочки-пирожочки! Вопреки всему, я продолжаю рубрику Play the Game, Fixed Price и всё остальное. От вас, конечно, нужна поддержка, но мне было интересно самому продолжить такую подборочку тематическую динозавры в Fixed Price. Я зашёл опять в Fixed Price и взял несколько игрушек из разных категорий на тему динозавров. Если захотите увидеть конкретную игрушку по сегодняшнему, по ходу сегодняшнего выпуска, пишите её название в комментариях, я буду знать, что вам интересно сделать, например, обзор на всю коллекцию, я чуть-чуть о ней расскажу. Итак, начнём с того, что у нас сегодня новый бластер. Это Fixed Price игрушки-стрелялки, зверята-стрелялка, нет, зверушка-стрелялка называется, зверушка-стрелялка. И подобную концепцию я видел во многих магазинах много раз, но Fixed Price делает дело, оно делает цену в 149 рублей, и, конечно же, я беру за 149 рублей, это довольно забавно. Концепцию, я думаю, вы видели, даже я когда-то показывал подобные смешные штучки. Это шарики, типа как у Nerf вот этих, ну, да или в других многих пушках. Жалко по диаметру проверить, не проверить, да, потому что у меня сейчас нет их под рукой. Но шарики такие мягкие, и в нос или как в рот этой игрушки запихивается шарик, она сжимается и выстреливает штуковину. Вот такая концепция, видите, помести, прицелься, прицелься и сожми, и вылетит со звуком прикольным. Какая забавная штука. Там вообще зверей много, уточки, всякие зайчики. Если хотите увидеть продолжение этой серии, кто там есть еще, олени всякие, жирафы и всякие угарные, единорог есть, по-моему, даже. И все это 149 рублей стоит. Сейчас посмотрим, как оно по качеству, стреляет вообще, работает или нет. В комплекте, что хорошо, в некоторых таких игрушках вообще нет шариков, типа где их брать? Один или, может быть, идут три. Но здесь, как вы видите, четыре, и пятый уже вставлен в нос. В нос, вот так вот, в рот. Я даже не знаю, что. Будем считать, что в нос, что он высмаркивается. Резиновый динозавр с, типа, какими-то черточками, изображающими чешую, чешуйки. И что-то наляпанным на пузе. Такой вот миленький динозавр. Игрушка сама может тебе просто стоять, и вот так вот на нее можно смотреть, любоваться, ва-ха-ха-ха-ха-ха. Такая классная вещица, типа. Вот, внутри, видите, запихнут шарь, и нам нужно сжать это пузико, и пошеготать пузико. Сжимаем. Пуньк. Ой, происходит пуньк. Ну, не сильный, кстати. Ну-ка. Она же посильней. Ну-ка. Ой, пуньк совсем не сильный. Я просто помню, такая у меня была, и выстреливала прям далеко-далеко. Это нет. Это в офисе, в школе, поэтому, ну, точно, вы ничего не разобьете, вы точно ничего ей не поричините никакой ущерб, потому что шарики мягкие, тут выстреливать, наверное, совсем не сильно. Может быть, это конкретно этот динозавр. Вот тут, видите, такая штуковина. Можно что-нибудь засунуть, но лучше ничего никуда не сувать. Куда не надо сувать, не суйте. Вот, а так, шарики прикольные. Кошкам поиграть. Ну, и мини-баттл такой устроить. Я, знаете, как с позиции взрослого человека, предложил бы в офис такие, знаете, пострелять, разрядить атмосферу. Реально друг друга никто не прибьет, но атмосферу разрядит. Ну, или, опять же, если уж дети хотят, вы против оружия, знаете, вот есть родители, которые против оружия среди детей, там, нерфы не любят, или какие-нибудь там деревянные резинтострелы, или просто автоматы, пулялки. Ну, вот, пожалуйста, решение. Популять можно, но это же не оружие. Компромисс найден. Ребенок просит пулялку, конечно, хочется. Ему интересно это все, а ты такой принципиальный. Вот, пожалуйста, компромисс. Между принципиальными антимилитаристическими мерами, потому что, ну что, это сопли, динозавра или единорога, стрелялка, пулялка, приколюха. Ну, вы что, не против приколов, что ли? Ну, нет. Ну, такая вот история. Не бьет не сильно, недалеко, ну, и 149 рублей стоит. Ну, и на 149 она и стреляет. Я просто реально видел, которые прям бабахают, но там и шарики маленькие. Ух, бы сравнить с остальными. Короче, вы хотите увидеть продолжение и сравнение какое-нибудь, может быть, с какими-то более дорогими, то пишите «зверушка-стрелялка» в комментариях и обязательно прожимайте лайк этому видео, так я буду знать, что вообще вам это интересная тема. Следующий момент, еще один. Я все как-то вокруг да около его обходил. Сейчас объясню, почему. Тоже динозавр. Музейный экспонат. Это капсула. Play the game. Тоже капсула. И в ней кости. Музейный экспонат. Конечно, если у вас так в музее экспонат стоит в капсуле и вам ничего там не видно, так себе у вас в музее. Я бы такой не пошел. Но сама по себе эта концепция просто упаковка, на самом деле. Музейный экспонат. И здесь смилодон написано. Я уж не знаю, правильно или нет. Тут вот текст есть. Ничего себе. Спилодоны были внушительными какими-то. Я просто не вижу, я за камерой читаю. Верхние клыки вместе с корнями могли достигать длины 28 сантиметров. В общем, интересные факты. Можете застопать, прочитать про смилодона. Или смилодон. Или смилодон. Смилодон. Ну да. Открывается. Просто свиничивается. Подобные штуки были в экспериментах каких-то, я помню. В принципе, это довольно забавные капсулы. Учитывая, что ее можно вот так вот еще переворачивать. Но на лифте еще ничего не получится. Здесь есть дырочки для продыха. Но поставить сюда можно. Это вы получаете еще и интересную концепцию подставки. Можно из лего собрать какой-нибудь цветок или что-то еще поместить. Будет как будто в банке. Или сделать какую-то там типа, может монстрика туда разместить, именно в эту банку. Жалко, что это не совмещается с этим. У них были просто банки и были детали конструктора. Почему-то разноцветного. Почему-то кости стали таких вот цветов. Я не знаю почему. И внутри инструкция. Видите, сделана как карта, как какая-то вот эта. И тут что, зачем и почему собирается. И кости. Пластик. И, похоже, я видел, только они были, знаете какие? Они были, ну, такого, костяного цвета. Если вы понимаете. Ну, короче, я думаю, вы понимаете, о чем я. Они были костяные. Так вот, это сюда. Это, как они? Почему они? Что они? Это ребрышки. Рёбрышки сюда. Рёбрышки динозавра. Смелодоновские ребрышки. Это какая-то кость. Ничего не объясняется. Вот это, конечно, минус. Потому что такие наборы должны всё-таки быть с какими-то пояснениями, объяснениями. Что, зачем, откуда и почему. Что это за штука торчит у него. Зачем эта кость нужна. И, мне кажется, может быть, они взяли, опять же, подделку какую-то, сделали оригинал. И, может быть, не просто так кости разных цветов изначально. Но в коллекции вообще этой там динозавров, ну, не все динозавры. Есть, например, очень классный скорпион. У меня была коллекция, концепция показать вам именно динозавра. Но скорпион выглядит прям суперски. Просто классно. Можете посмотреть либо на сайте FixPrice, ну, либо дождаться обзора, если прожмёте лайк. Так, мне нужно всё-таки собрать его. Есть у меня ещё подозрение, что ноги у них у всех одинаковые. Нет такого подозрения? Вот у нас голова. Слушайте, а у меня беда, да? Беда? Беда? Пришла мой дом. У меня спёрли половину головы, получается, да? И я не соберу его, по всей видимости. Или что? Да, смотрите-ка, что произошло. Смотрите, чего произошло, чего случилось. У меня... А ещё, это таз или что это такое? Так, я не понимаю, тут как это всё собирается. Это слишком сложно. Для меня... Я просто уже расстроился из-за того, что я вижу, что меня обманули. Обманули, Сафродова, обманули. По-моему, меня обманули. По-моему, меня обманули, надули. Или нет? Или сейчас что-то где-то она волшебным образом как-то встает? Нет. Ну, должна быть вторая половина. А её нет. А её нет. А её... Или не доложили, или какие-то негативные... Почему в фикс-прайсе всё время что-то то воруют, то что... Это что? Бути Гуччи или что это такое? Зато тут положили... А! Вот, две такие штуки на выбор, по всей видимости. Может, зелёную, может, синюю, да? Или что? Или это хвостик они решили. Это хвостик. А, это что? Или это не хвостик? А! Всё, у меня... Главное расстройство, что я теперь не смогу. Он у меня будет половинчатый. Я, в общем, не буду его собирать дальше. Но должно получиться вот такое, но половины нет. Головы нету. Головы нету. Это вот так. Вот сюда крепятся ножки, крошки. Куда-то сюда. А, это маленькие ножки. Передние эти. То есть, по идее, неплохая должна быть получиться постройка. Не должна быть неплохая история. Если хотите продолжение, может, всё-таки соберём, то пишите, как это... Музейный экспонат продолжения в комментарии. Опа! Вот так. А, это рано соединил. Как насчёт, кстати, разборности? Это разбирается вообще? Ну, типа... Так. И хвост. Понятно, короче. Это сюда. Должно вот так. Это вот сюда. Таз его. Ну, как бы он не двигал тазом... А ещё это должно быть синего цвета, а не зелёного. На картинке так нарисовано. Как бы он не двигал тазом... Голова у него не появится. Вторая половинка у него не появится. И всё-таки мне вторую положили. Подождите, а зачем мне это? Что? А, вот в чём проблема. Вот где они облажались. Вот эту вот кость, видите, она синяя здесь. Вот она есть. Синяя. И её просто мне положили вместо... Ну, то есть, сюда, в этот набор её положили вместо... Ну, в финансе, в фикс-прайсе ничего не докажешь. Что скажешь, вот мне положили или что-то ещё. Кто будет за эти три копейки заниматься этим? Поэтому вскрыть, ну, разве что посмотреть детали... Ну, правда, могут в магазине... Это, ну, скажите видос, скажите. Вот видео, человек открывает, и у него нету ничего. Вам скажут, что... Типа, вы чем занимаетесь? Нет, это не отсюда. Или отсюда? Нет, отсюда. Чем вы занимаетесь? Эта игрушка стоит 149 рублей. Хорош. Типа, узбогой я. Вот, видите, вместо челюсти... Ну, это же не челюсть. Это никак не сделаешь. Ничего. Никак не присоединишь. А так должна была быть вот такая вот история. Такой вот скелет, музейный экспонат и вот капсула. Но не сработало, не портануло. Ну, что ж. Бывает. Ладно. Расстроились, пошли дальше. Если хотите видеть продолжение или продолжение этой истории, то пишите в комментариях музейный экспонат и ставьте лайк. Но на этом моя охота на динозавров. У меня чуйка на динозавров фикс-прайс оказалась. Потому что именно сейчас я увидел вот такой набор. Пластилиновый животный набор для творчества. Создать своего неповторимого динозавра. И он невероятно дорогой. Вроде как бы для какой-то пластилинки. Ну, конечно, пластилин сейчас тоже не супер дешево стоит. Но все же. 249 рублей для фикс-прайса. Это дорогая штука. Коробка большая. Нарисован прикольный динозавр. Я уверен, что так слепить у меня никогда не получится. Но мы переворачиваем. И здесь видим, что здесь набор воздушного пластилина, каркас и аксессуары. Прямо очень интересно. Это называется... Их так много разных реально пластилиновых животных. Пластилиновых животных. В основном динозавра серии. Хотите увидеть продолжение, знаете, что делать. Пишите пластилиновые животные продолжение. Здесь воздушный пластилин. Но он, кстати, стоит дешево. В том же самом фикс-прайсе есть огромный набор воздушного пластилина. То ли за 200, то ли за 150 рублей. Могу сделать на него обзор, если хотите. Но здесь вот видите, что у нас есть? Глазки. Вот такие они. Как это? Из эпоксидной смолы, типа того. И также в этой пленочке, которую я, видимо, никогда не открою. Царапать буду. Я потому что не понимаю, как у меня ножа сейчас под рукой. У нас здесь есть вот такой вот каркас. Который я, видимо, должен сейчас буду собрать хотя бы как-то. И попытаться что-то слепить. Но сказано, сделано. Прежде чем я начну собирать, все-таки хочется отметить, что фикс-прайс такой фикс-прайс. Сейчас, конечно же, написав, что у нас здесь один черный и два желтых, у нас здесь имеется один коричневый, кроме красного, и один желтый. Благо, что свежие наборчики. И вот здесь вот в таких вот пакетиках воздушный пластилин не высох. Потому что долго их не храните. Они все высыхают. Даже вот эти, помните, залипаки, кто помнит? Лайк, кто помнит залипак. Вот они даже все высохли. И у меня даже высохли две полностью закрытые в пленке коробки. И я не знаю, как кто пробрался в воздух. Но за год или там полтора просто того что-то нахождение, и мы решили как-то им полепить, оказалось, что они все высохли. Вот, и это первый момент. Второй момент, это все-таки не эпоксидочка, а это стекляшки. Это стекляшки с двусторонним скотчем. Мы должны в раз и прилепить сможем куда-то. И, значит, третий момент. Вы видите, это деревянные вот такие вот. На суперплохой фанере ни один конструктор деревянный, которого вы можете встретить, ни, ну, вот там всякие какие-то Югирсы и куча других, которые я вам показывал, и вы можете видеть в рекламах у блогеров, и просто в магазинах. Ни один конструктор на такой ужасной фанере не идет. Я даже боюсь, что из этого выйдет, когда я начну выдавливать. Сколько занос я оставлю. Однако, здесь предусмотрена эта тема, и в комплект было положено две... Положено. Положено. Положено две. В общем, положили, извините. Положили две наждачные бумажки. Вот так вот здесь. Вот теперь я буду выдавливать вот это вот все дело и собирать, казалось бы, пластилин, да, и деревянный конструктор. Вещи несовместимые, но Play the Game совместилось. Сейчас посмотрим, как это получится. Хотя бы примерно, концептуально, если это хоть как-то получится интересно, то мы продолжим. Видите, ну, котик уже заинтересовался, а я собирам бы. Так, ну, прикол этого набора в том уже, если что, то, что это очень быстро собирается. Это заняло у меня 10 минут, то есть обычный конструктор, простая конструкция, и, в принципе, без наждачки даже все собралось. Вот. Не сказать, что это самое приятное, но там отломался маленький кусочек, который не мешает конструкции в целом. И, если что, у вас уже скелет динозавра из фанерки, и если вы не хотите его портить своим пластилином, то вот у вас пластилин, лепите из него что хотите, и у вас есть прикольный скелет динозавров. И там их несколько видов, там 3, 4, 5, 6 этих видов динозавров. И можно уже вот так. То есть, а уже теперь, здесь, по этой концепции, но это, кстати, тоже хорошо, потому что дети часто хотят залепить пластилином машинки, лего, конструкторы какие-то, и какие-то игрушки, и, естественно, портят. Чтобы вы не залепили пластилином, вы все испортите, вы ничего не сделаете лучше с помощью пластилина, вы испортите. Если только вы какой-то там не мастер. А вы не мастер, дети. Ну, то есть, мастера таким не занимаются. Если какой-нибудь там Лего Ред, может быть, или кто-то еще, кто там что-то куда-то пластилин налепил, и вот там получилось произведение искусства крутого. Но это, типа, умелые, очень умелые ручки, да. У нас у детей, естественно, получится тяп-ляп. Но, как бы, если не жалко игрушки, ну, когда это какие-нибудь машинки Мотел, Хот Уиллс, которые коллекционные, а потом обидно, что они в пластилине. Если это какие-то солдатики дорогие, по 2000, там, какие-нибудь Фортнайт. Если это какие-нибудь конструкторы интересные модели дорогие, или если вы купили даже модель деревянную динозавра, то отдельно ее там за 500 рублей, за 1000 купили-ка, и там, если его залепят пластилином, обидненько. А здесь изначально сделан набор для того, чтобы его залепить. Хочешь? Вот, лепи. И вот здесь мы видим довольно жидкий воздушный пластилин. Абсолютно непонятно, как его отсюда вытаскивать, доставать, потому что, как вы видите, он не хочет доставаться. Разве что вот каким-то таким макаром можно выдавить как-то. Не очень презентабельно. Часть пластилина здесь останется. Но что мы можем с этим сделать? И теперь написана следующая инструкция. В общем, как вы видите, добавь сюда вот так вот по слоям. По слоям они рекомендуют. Вот как можно это очистить. Ну, ладно, окей, хорошо. Не продумали в качестве экономии, а если были бы еще баночки, было бы дороже. Пластилин такой влажный здесь вот. Его можно разлепить, но ведь и красится еще, кстати. Качество его такое себе. Так что если на запах я сейчас не чувствую, поэтому не могу вам точно передать. Ну, что-то, чем-то должен вроде пахнуть. Вот. А на ощупь он влажный, и я вижу, что чуть-чуть, еле-еле, но следы оставляет кое-какие, как мне кажется. Хотя это может быть у меня какая-нибудь на него аллергия или что-нибудь такое. Может быть. Непонятно, красный. Надо будет с желтым проверить вот так. Короче, мы что делаем? Мы, чтобы послепить примерно так, мы должны вначале ему налепить его, значит, этим пластилином основу. Да? То есть мы там типа лепим. Как-нибудь мы должны сделать вот так. Но не слишком, чтобы это вот сюда. Теперь берем следующий кусман. Тоже его лепим, облепляем. Это хорошая тема, знаете, вот так. На самом деле самый простой вариант это слепить что-то из фольги. И самый дешевый. Какую-нибудь форму из фольги. И потом и фольгу вот так вот облеплять. Да? Но и здесь почему бы нет. Здесь получается моторика работает и так, и сяк, и на косяк. То есть неплохо, неплохо. И пластилина здесь вроде как бы достаточное количество. Должно хватить. Продолжаю развлекаться. И уже покажу вам готовый вариант. Вот это вот самое отстойное, что нужно сделать в этом наборе. Хотя, может быть, кому-то это прикольно. Выдавливать пупырки этого пластилина. Короче, пока буду вот это вот делать. А дальше буду застывать. Ну, как всё с пластилином. Понятно. Промежуточный этап. Но сейчас объясню. Вскрылись моменты положительные и отрицательные. Во-первых, это прикольно. Это прикольно облеплять его таким пластилином. Но и есть ещё один положительный момент. Что из воздушного пластилина вы такую штуковину здоровую слепите. Она будет суперлёгкая. А здесь вот прямо тяжёлая получается. Из-за того, что каркас. Вот. Вы облепляете её. И у вас даже какая-то форма. Вам не нужно ждать, пока это всё застынет. И у вас реальный воздушный пластилин. Такую большую тему не соединится. Здесь же вот так. Но я хочу отметить, что этого пластилина лепили не из воздушного. А, скорее всего, из обычного пластилина. Значит, это первый момент. Второй момент хороший. Какой. Что, ну, это весело и быстро довольно. А дальше пошли странные моменты. Во-первых, красный цвет немного отличается. Во-вторых, друг от друга. Во-вторых, вы видите, что он плохо соединяется эти швы. И его надо как-то что-то с ним это делать. В-третьих, жёлтый оказался какой-то текучий. Он липкий и так далее. Здесь была жёлтая жижа, которая прилипала к рукам. Я вот даже не стал коричневый сейчас использовать, потому что вот это жёлтая жижа. И она очень неприятная. Её нужно вмешать. То ли это пигмент цвета, то ли это что-то ещё. Но что-то отслоилось. Почему-то в красном такого нет. Нет, ну, в жёлтом и в коричневом отслоилась вот эта вот водичка. Вот, вы видите, она тёмная. И она суперлипкая. И она неприятная. И она прилипает и оставляет вот такие вот следы. Видите, жёлтые на руках. Вот, поэтому... И он сам по себе какой-то, типа, жидкий, что ли. Может быть, это что-то из него... Какой-то компонент отслоился. Из-за этого он стал более жидкий. Может, он перегрелся, недогрелся. Не знаю. Вот, и ещё один момент. Эти штуковины, они не... Это не двусторонний скотч. Это просто бумажка приклеена. Видимо, чтобы можно было как-то вот так вот сделать. То есть, я начал отлеплять. И оно что-то ничего у меня не отлепилось. Вот. И вот... Ой. Вот мы просто влепляем. Вот видите, вот как бы просто бумажка. Я... Давайте попробую отлепить при вас. Потому что толку, мне кажется, никакого нет. Она, во-первых, не отлепает. То есть, для двустороннего скотча... А, это не отлепает. Это... Если я отлеплю, то это картинка. И она отлепится вместе с картинкой. Поэтому мы вдавливаем просто сюда. Вот как следует. И надеемся... Написано как аксессуары. Глаза. Нельзя было написать. И надеемся, что это застынет. Вот так. И это всё застынет, по идее, у нас. И будет нас радовать. Короче, концепция интересная. Но по качеству, как видите, хромает. Какие-то моменты надо их учитывать. Хотя и цена небольшая, как я и говорил. То есть, за эту цену, за 249 рублей, вполне себе, мне кажется, оправданная приколюха, пластилин, развлекуха на время займёт. Это лучше, чем за 149 покупать вот это или вот это. Ну, вот это вообще непонятно, да, что с ним сделать. Вот если к этому добавить пластилин и тоже его облепить... А, его же можно тоже облепить. Просто отдельно купить пластилин. Короче, это лайфхак. Смотрите, вы за 149 рублей смотрите, только покупаете основу. И также её можно облепить же пластилином. Смотрите, её же точно так же, как вот эту деревянную. Можно облепить вот эту, и вы сделаете своего этого. Ничего себе! Это благодаря тому, что вот разные штуки взял. Взял бы только это или только это, то никогда бы не подумал, что... Это ведь дополнительные формы. Вы можете взять отдельно пластилин. Там продаётся упаковка пластилина воздушного, куча пластилина без каркаса, без всего. И взять отдельно, какой нравится каркас. Сходите-ка, скорпиона, динозавра и вот этого. Отдельно взять каркасы. И можно лепить своих динозавров. Короче, вот такая вот история. Ну, что ж, сегодня вот такой у нас выпуск. Пластилиновые животные. Пластилиновые животные и непластилиновые животные. Короче, и скелет, недоскелет. Вот такой выпуск из фикс-прайса получился. Надеюсь, вам понравилось. Вы поставите лайк, поддержите. И увидим продолжение. Если хотите, пластилиновых животных, мне кажется, самое интересное, но для этого напишите пластилиновые животные и влепите под роликом хотя бы тысячу лайков, чтобы я понял, что можно сделать обзоры на другие. А может быть, какие-то у вас есть ещё интересные идеи для этого всего. В комментариях тоже пишите. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok